что вы скажете о влоге? влоге? что такое влог? не знаете что такое влог? смотрите влоги на ютубе влог? что такое влог? влог это видеоблог в общем всю неделю в петербурге в дожди итак добро пожаловать в мою гостинку я подготовилась идти на стерео лета у меня есть пончо одно специально для юли второе мне 18 лет сегодня у нас будет передача по домам и мы пришли в гости к свете она расскажет как она хранит сумки про книжки в общем сейчас узнаем что нам светик расскажет покажет свою гостиную позвоним себе звонок дзинь дзинь скрытая камера вас приветствует передача по домам итак добро пожаловать в мою гостиную начнем сначала это у меня часть гардеробной переместилась гостиную потому что гардеробная у меня небольшая и здесь у меня хранятся сумки и аксессуары это мы любим показывать сумки я стараюсь хранить в пыльниках для пыльники чтобы ничего не пылилось не пачкалось что здесь допустим заглянем в коробку заглянем в коробку большая коробка здесь у меня хранятся шляпы и аксессуары ну не знаю покажу какие-нибудь мои любимые допустим вот эта кепка лиза одиноких мне она жутко нравится она нереально модная но ее очень тяжело носить потому что есть джемпичка естественно искусственной но несмотря на это она весит просто как корона императрицы ну и в этом есть прелесть с одной стороны думаешь ли голова болит через 10 минут носки но с другой стороны я чувствую вес что тут еще я помню когда начинала ввести свой блог вот это была скепка с первой фотосессии английский бренд мне кажется очень симпатичная в общем здесь я храню еще что-нибудь покажи аксессуары которые использую либо в съемках а вот это с помпончиком покажи что-то держишь ты любишь шляпки и кепки я посмотрю ну я не скажу что я их ношу каждый день но если я вижу что-то оригинальное я просто элементарно не могу пройти мимо да вот допустим этот берет тоже называется светикином стиле это тоже лиза одиноких но просто у меня много вещей лизы потому что они такие достаточно все игривые немножко детские и вещи все такие с характером я такие люблю насчет того что игривая детская а я люблю всякие необычные сумки а вот тоже была это джереми скотт по пришествии в маскина у него была коллекция рейдер бэр мишки мишка я опять же я покажу такие которые необычные допустим вот у меня тоже моя любовь это не келли эрмес это под келли но это дизайнер виктор дуан наверное он так читается не знаю правильно японский это такой такой микс он взял сумку келли известную от эрме и глаза от фенди так скажем приделал и в общем получился такой микс мне она нравится тем что она очень ярко в общем здесь если видно у меня черные сумки здесь маленькие сумки да но черные опять же мне не просто черные вот тоже допустим не знаю вот захотелось мне иметь эту резиновую сумку она резиновая да как сапоги прикольно сапоги это фурла и она тоже какая-то лимит кого якобы художественно облитая краской и тут вот видите на 419 сумка в мире из 450 якобы такие всякие вещи я люблю здесь меня хранятся немного без синий сумки я не знаю не любитель особо синего цвета так что мы видим что ты не любитель меня мне конечно тут хранится такое что поэксклюзивнее так скажем хранится и тут моя тоже такая цветастая сумочка доставай доставай она хранится ну в коробке скажу вот у меня здесь хранятся всякие аксессуары это мне девочки подарили пушок на заряжение а у меня как раз есть вот прекрасные вообще абсолютно помпоны которые готовы просто любую самую обычную сумку сделать реально нарядный допустим берем такую скучную сумку и она становится ультрамотная да да милая я немного addicted to fashion как говорится есть у меня слабость и здесь у меня такая зона посвященная моде на этой полке у меня хранятся боги у меня опять же литература по моде очень красивые книги мода тридцатых сороковых годов просто вдохновение на каждой странице я все-таки мечтаю своей жизни начать выпускать вещи мы ждем я думаю что я к этому еще приду все это кстати к слову сказать еще и художник так что это все связано на закон закончила художественную школу умеет рисовать эскизы поэтому это не просто мечта быть дизайнером а это это подарила не галина на самом деле это восемьдесят седьмой год и здесь просто нереально просто модные костюмы какие-то сумасшедшие и к ним есть выкройки и конечно когда когда не сошвешь мне костюмчик по выкройке ну я думаю что да я все равно если я запущу коллекцию что-то отсюда я точно туда и не очень нравится что у нас сейчас все хранится только в телефонах я стараюсь все таки распечатывать фотографии это у нас когда-то мой день рождения стараюсь всегда делать собирать альбомы когда то есть там альбом мальдивы томы скрываем и чтобы вид вот это мы с галиной я как обычно для дна галина черна а это я с галиной доченькой леса с лесеной скоро познакомитесь с ней тоже не хранятся память о путешествиях и всякие тематические штуки у меня кучу travel журналов и видите здесь видно много-много закладок просто у меня второе образование я журналист по второму образованию и я писала диссертацию по travel журналистике и соответственно храню журналы я поняла что если куда-то едешь круто спонтанность но если ты изучишь историю что-то об этом месте и приедешь уже с каким-то бэкграундом будет намного интереснее здесь та самая лаванда которая собирала лилина мама наверное лиля давно выкинула это лаванду она у меня вот пахнет божественно конечно божественно пахнет она у лаванды очень сильный запах и хранится этот запах очень долго логические вещи это не из моего путешествия это фото которое еще не поставлено в рамку это я шла по нескому и парень с нереальной какой-то энергетикой у него были развешены на прищепках прямо на веревке на канале грибоедово это было рядом с нескими проспектом фотографии и он их продавал и он с горящими глазами рассказал что он только что вернулся из кругосветки и это место куда куда я хочу съездить это мачо пикча и тут какая почему купила эту фотографию ее история такая там очень многолюдно то есть там нереально много людей постоянно и он хотел сделать фото чтобы не было людей для этого нужно было остаться там ночевать а там ходят ну смотрите ли они естественно выгоняют всех это невозможно и он там просто где-то под камнем прятался ночевал чтобы сделать фотографию на рассвете мы очень круто его поймали он не сделал фотографию с того ракурса которого он хотел но вот получился такой снимок дико переживаю за утечкой информации я не могу удалять ничего из телефона мне все время боюсь что это куда-нибудь пропадет поэтому у меня в такой коробочке красивой тоже тематической здесь не покажу просто в каком виде галя дамы представляешь ты сколько обо мне не знаешь здесь я храню карты памяти подписываю чтобы я знала что на какой карте память антарктида и все подписано я точно знаю что и какой год здесь там 2014 2015 год в общем скачиваю на компьютер у меня на компьютере закончилось я боюсь утечки информации я боюсь компьютерка накрыться или что-то еще такое утопнуть но это да слушаю очень хорошая идея я тоже так сделаю здесь кораллы какие-то вот тоже с северного полюса как раз гильза я ее подобрала потому что но это пустая гильза значит был выстрел если был выстрел значит вероятно был медведь это все было не при мне но я подумала что она хранит какую-то интересную энергию был вопрос о том что мы читаем какие книги сегодня света расскажет свои предпочтения вот в книгах у меня да с книгами они не стоят плотно в одной на одной полке потому что опять же я люблю когда все системно на этой полке у меня классика вот в книжных магазинах продаются классическая литература она очень стоит дешево чуть ли не там 60 рублей книжка ну то что обычно переплет да в обычном переплете я не могла пройти мимо я начала ее покупать потихонечку хотя у меня дома есть в родительском доме классика но мне надо чтобы у меня тоже было недавняя покупка красивое здание у нас как раз в детстве у меня было тоже издание пушкина в нескольких томиках оно очень похоже было по оформлению и я увидела этот том и не смогла его не купить а сердце вновь горит и любит очень люблю пушкина вот иногда прям перечитываю и сердце мое забирает полка здесь у меня все что касается образования когда я еще училась а мы кстати я не сказал у юльки на занятиях на танцах я так забежал опоздала конечно ждал Если на колсах у меня хранится все-все-все-все-все, то стол, я считаю, что должен быть максимально свободен, здесь должны быть только какие-то приятные взоры мелочи и больше ничего. Здесь, допустим, у меня есть такая симпатичная флешка, я постоянно теряю флешки, поэтому я специально купила такую огромную, это тоже москина, чтобы точно ее не потерять, и когда я работала на работе, прям когда я шла из кабинета в кабинет, я могла вешать на шею, чтобы я точно ее донесла и не потеряла. У меня фотоаппараты, я все хочу скачать файлы со всяких поездок, поэтому они у меня под рукой. У меня есть один вот такой компактный Leica, его минус в том, что нельзя снимать видео, и есть Nikon One, он уже сейчас не выпускается, такая модель, но она очень крутая, потому что здесь довольно, хоть и компактный, но длиннющий объектив. Сейчас другой Nikon One выпускается, аналог. В общем, это супер фотоаппарат, потому что он компактный, он записывает круто видео, в общем, я рекомендую. Человечек не случайный, он сделан из проволоки такой меховой, может быть, кто-то помнит, я его в школе еще делала. Нет, не помню. Я хотела передать привет, можно, Эду Галин? Можно. Я хочу передать привет своей любимой подруге Кате Школьной, которая вот-вот на днях приедет из трехмесячного путешествия по Азии. Просто, вероятно, мы с ней делали этих штук, я не помню. Что здесь еще рассказать? Копилка. В копилку я сейчас вкладываю 10-рубленные монеты с разными городами, потому что мне сказали, что через пару лет они будут вкотироваться. Но через пару десятков лет, это как это маленький тираж, они у них вырастут в себе стоимость. Такая вот здесь картина, ее мне подарили девочки, нарисовала ее Мария Савина, это суперталантливый человек, потому что она педагог-хореограф, и плюс еще она рисует. Художник, да, очень здорово. Да, это... Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Мы с ней, говорит, познакомимся. Вот она вот. Вот сейчас ее собирали и делали видео. Ой, привет! Да, спасибо. Ладно, короче, мы с соседями встретились. Да. Увидимся. Какие еще губы получаются? Да, я сделала за губы на руке. Ой, что ли? Ты ничего так это... Мы вообще похожи с тобой вообще. Интервью. Он... Сейчас, какого же он года? 2012 года. Я увидела обложку. Она мне показалась просто идеальной. Я обожаю красный цвет. И тут Леонардо Ди Каприо. Алена Долецкая, бывший главный редактор Vogue, в тот год пришла в интервью России. И я вообще мечтала с ней встретиться, познакомиться. И в прошлом году я была у нее на курсе по журналистике. И поэтому у меня вот здесь есть прекрасный автограф от нее. Что? А-а-а. Свети, Адолионы. Ну, смотри, вот ты мечтала увидеться с Долецкой, и твоя мечта сбылась. Получается, мечты сбываются? Что-то об этом нам расскажешь. Я считаю, что сбывается вообще все. Вот если ты очень чего-то хочешь, то это сбывается. Но магия, она заключается в том, что надо четко представлять, чего ты хочешь. И по поводу Долецкой, раз уж мы заговорили, мало того, что я просто ее увидела. Я у нее училась, и она разбирала наши тексты, мы выполняли домашние задания. Аудитория была большая, человек 50. И когда еще мои тексты она начала хвалить, я вот честно, я там чуть со стула не упала. Для меня это было просто какой-то космос. И в принципе, мечты, они все сбываются. Еще раз это повторю, надо просто верить. Когда ты уходишь, не уходи. Самое интересное началось. Я еще не сказала. Что это? Я с полки, которая за путешествие отвечает, не показала. Я мечтала попасть в Антарктиду. И вот я храню, тоже нельзя было вывозить, но я это сделала. Эдинка? Нет, это кость кита. Ого. Кость? Я мечтала, я в детстве, когда читала про китов, я думала, о боже, это какой-то космос. Это огромные рыбины. И кит прыгал от меня в пяти метрах. И у меня в руках его кость. И это реальность. И все сбывается. Надо, надо, надо. Ну в чем секрет? Ну все мечтают. Каждый день мечтать. Или надо каждый час мечтать. Как это работает? О, книга, секрет, фильм, секрет. И кажется, что это чушь. Надо точно знать, чего ты хочешь. То есть мечтать о чем-то конкретном. Если ты знаешь, я хочу стать, не знаю кем, врачом. Я мечтаю, мне нравится, я хочу помогать людям. А ты сейчас, я не знаю, там, электрик. Ты все равно станешь врачом, если ты этого хочешь. Потому что, сам того не понимаю, и жизнь тебе будет дариться. В случае. И ты будешь двигаться к этому. Но просто мечтать, это пусто. Мне кажется, нужно что-то делать и идти к своей мечте. Тогда вы вместе в один час встретитесь. Конечно, спасибо, что были со мной. У меня в гостях, в моей гостиной. Я очень торопилась. Надеюсь, получилось хоть как-то отразить свой мир. И, может быть, кому-то дать какие-то идеи, как устроить свое личное пространство. А теперь, как на Ютубе нужно говорить. Нет! Ставьте лайк и подписывайтесь на канал. Ссылка. Да нет, не ссылка, просто подписывайтесь. И так пальчиками вниз, вот так. Ставьте лайки и подписывайтесь на канал. Спасибо. Спасибо.